Еще один крупный международный авиаперевозчик отказался летать на Синай. Компания Turkish Airlines сообщила сегодня об отмене рейсов на ближайшую неделю. Причина, как говорится в распространенном сообщении, проблемы с обеспечением безопасности. Тем временем службы аэропорта Шальм-Аль-Шейха работают сейчас в усиленном режиме. Юлия Ольховская продолжит тему. В аэропорту Шальм-Аль-Шейха теперь запрещено снимать всем иностранным журналистам. Поводом стал скандал, разгоревшийся в стране после того, как на Западе показали интервью одного из британских пассажиров. Он рассказал, что за взятку 30 долларов сотруднику аэропорта прошел в самолет без очереди и досмотра. Не разрешили нам снять работу российских спасателей. МЧС развернула в аэропорту Шальм-Аль-Шейха оперативный штаб. Наша оперативная группа взаимодействует с властями аэропорта, авиакомпаниями, осуществляющими отправку пассажиров. Сейчас в аэропорту Шальм-Аль-Шейха усилены меры безопасности. Ужесточен контроль, досмотр багажа и личных вещей пассажиров. В среднем в России вылетает от 22 до 26 рейсов. Есть небольшая задержка, но она составляет от часа до полутора, учитывая то, что скапливается большое количество пассажиров, полетающих не только в нашу страну, но и в другие страны. Самая большая задержка рейсов у британцев. Некоторые пассажиры ждут вылета по нескольку дней, в отличие от российских туристов, которые в основном покидают Шарм-Аль-Шейх в тот день, когда заканчивается путевка. Задерживается у вас рейс, не задерживается? На час. На час? Да. Как багажом? Все понятно, непонятно? Ну, все хорошо. Нет, все там нам объяснили, в общем-то, и все нормально. Все подписано, с собой ручная кладь, все хорошо. Непривычно пусто в зоне прилета аэропорта. Несколько раз в день приземляются только рейсы из Казахстана и Украины. Эти страны пока не приостанавливали авиасообщение с Египтом. Пляжи, курорты заметно опустили, как и отели. В зонах отдыха и кафе днем в разгар жары никого. А у тех, кто уезжает, возникают вопросы. Почему меры безопасности в аэропорту усилили только после того, как сюда перестали летать самолеты? Впрочем, и сейчас так называемый усиленный секьюрити-режим ограничен строго территорией аэропорта Шарм-эль-Шейха. За ее пределами все как и прежде. Рядом с гостиницами можно увидеть оставленные без всякого присмотра чьи-то чемоданы. В некоторых отелях установили рамки металлоискателей. Но в городах и на трассах особых мер безопасности не ощущается. Дорога от Израиля и Египетской границы до самого Шарм-эль-Шейха занимает около трех часов. На все прохожение пути мы встретили четыре блокпоста. Но документы у нас никто не спросил. Водитель говорит, что это туристов. И мы проезжаем беспокойно. Некоторые туристы, с которыми мы пообщались, приняли решение в целях безопасности вообще не покидать территорию отеля. Тем не менее, уезжать из Египта раньше запланированного срока большинство отдыхающих не собирается. Кто нам вернет? Никто не вернет. Поэтому будем отдыхать. Запрет полетов уже сказывается на египетских ценах. Подешевели и услуги такси, и экскурсии, и гостиницы. Некоторые пятизвездочные отели снизили цены почти в три раза. Юлия Ольховская, Дмитрий Ремезов, Виктор Аверин. Первый канал. Египет. Шарм-эль-Шейх.